Часто вижу комментарии «Лена, я не могу жить экологично, потому что в моем городе не развита система РСО, а из всех видов фракций принимают в лучшем случае ПЭТ-1. Что мне делать?» Напомню, что переработка и сортировка – это вообще не то, с чего нужно начинать экологичный образ жизни. Шок, сенсация, но можно жить экологично и вообще ничего не сортируя. Для этого нужно попытаться сократить количество мусора в вашей жизни. В этом видео я хотела рассмотреть неочевидные и в какой-то мере психологические причины появления мусора в нашей жизни. Все начинается не в магазине и не с приездом курьера, а гораздо раньше. Немало мусора в нашей жизни образуется по причине лени. Лень брать бутылку воды с собой, ну ничего страшного, куплю по дороге. Лень зашивать колготки, выброшу, надену новые. Лень готовить, закажу еду с доставкой. Лень варить свеклу, ну не проблема, в магазине продается вареная, уже почищенная и в вакуумной упаковке. Тут недавно в своем видео Артемий Лебедев показал с гордостью, как он не стирает носки, вместо этого покупает один большой пакет с носками, надевает один раз и потом выбрасывает. И зато ему не приходится из путешествий и командировок привозить с собой в чемодане грязные носки. Такой уважаемый человек транслирует на свою многотысячную, многомиллионную аудиторию такую ересь. На самом деле я во многом с ним согласна в его жизненных убеждениях, но в плане экологии Артемий Лебедев полный профан. Что странно, у человека вообще-то 10 детей, а он совсем не думает об их будущем. Впервые в своей истории человечество живет в очень комфортном мире. При этом этот комфорт и дешевый, и доступен каждому. Но он не только бытовой, но и психологический. Именно поэтому от него так сложно отказаться. В одном из прошлых видео я уже упоминала про связь доставки еды и феминизма. Потому что для женщины это возможность хотя бы раз в неделю не готовить и не стоять у плиты. Сюда же относится модное понятие делегирования, которое снимает с нас часть рутинных обязанностей. Но с другой стороны, привносит в нашу жизнь новый мусор. В общем, на одной чаше весов получается экология, на другой твой психологический и бытовой комфорт. Истина, как водится, где-то посередине. На самом деле у меня всегда такое к лене неоднозначное отношение. Я в нее не верю. Мне кажется, есть либо какое-то апатичное внутреннее состояние, либо недостаточная замотивированность. И, наверное, в связи с последним и есть проблемы у тех людей, которые хотят быть более экологичными. Именно в прямом смысле, не так психически, а экологично в плане переработки мусора и прочее. Кажется, что если конкретно ты начнешь перерабатывать свой мусор, это ничего не поменяет в масштабах планеты. Поэтому я думаю, что тут важно для себя значимость этого мероприятия поднять. Что на самом деле это тренд, к которому весь мир стремится. Все развитые страны уже этим занимаются. И стать пионером в этом направлении очень круто. То есть через 5 лет, в 2025-м, все будут перерабатывать мусор, а ты будешь говорить, а я это делал, когда это не было на стриму. Другая причина, почему мусор образуется в вашей жизни, это низкая самооценка, неумение сказать «нет», зависимость от мнения окружающих и постоянные мысли «а что обо мне подумают другие». Или вот ситуация. Выходишь из метро, а там раздают листовки. И ты такой, ну ладно, возьму пару штук, с меня не убудет. Выбрасываешь их затем в ближайшую урну или несешь до дома, чтобы там отсортировать. Или другой пример. Пришел на презентацию, а там раздают фирменные футболки, свитшоты, пледы. И ты такой думаешь, ну организаторы же старались, не хочется их обижать. К тому же футболки напечатаны, деньги уплочены, не пропадать же добру. А потом думаешь, что тебе делать с этой брендированной футболкой? На улицу в ней не выйдешь, так и быть, буду ходить дома, ну или на худой конец сошью трусы. Или покупаешь, допустим, рубашку в магазине, а тебе на кассе ее кладут в отдельный пакет, а у тебя вообще-то с собой рюкзак. И ты такой думаешь, ну ладно, ничего не буду говорить кассиру, а то подумает еще, что я какой-то экофрик. Я не испытываю неудобств, когда отказываюсь от листовок или сувениров, потому что знаю, что неудобства возникнут дома и у меня самой. Ведь это именно мне придется решать, что делать с этим мусором дальше. А лишняя головная боль мне не нужна. Почему не нужно стесняться отказываться от сувениров или листовок? Потому что принимая их, мы таким образом даем сигналы бизнесу или организаторам, что это классный подарок и, мол, выпускайте побольше такой ерунды. Отказываясь от ненужных вещей, мы действительно создаем проблему в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной, наоборот, помогаем ее решить. Мы живем в рыночной системе ценностей, спрос рождает предложения и наоборот. Если мы начнем отказываться от таких вещей, мы не будем поддерживать спрос, и эти вещи не будут производиться и раздаваться. Поэтому, пожалуйста, не поддерживайте спрос на ненужные вещи. Когда-то, мне кажется, наверное, в 90-е или в нулевые, вот эта вот подарочная продукция была просто вау. Это было настолько, конечно же, потрясающее чувство, что ты обладаешь вещей, что тебе дали бесплатно, тебе за это ничего не будет. Халява, вот эта проба. Халява, да. Вот эта вся радость обладания хоть чем-то, и чем ты богаче, чем больше у тебя вещей дома, тем ты более значимая персона, все это уже уходит, потому что сейчас в тренде вещи, которые качественные, в тренде вещи, которые правда тебе нравятся, которые делают тебя индивидуально. А шеф-потреб мы все понимаем, что есть made in china, которая просто миллионы вещей никому не нужных делает, в том числе и вот эти раздаточные футболки. Осознанное потребление, когда ты понимаешь, что тебе нужно, а что тебе не нужно. Ты видишь ручку и думаешь, да, я возьму, мне нужно ее писать, в самолете там заполню что-нибудь или в школе напишу что-то. А футболка мне не нужна, да, футболка с номером такси мне неинтересна, потому что не хочу быть живым счетом, который рекламирует продукт другой компании. Если говорить про листовки, которые нам выдают, я считаю, что это крутой тренажер для всех тех людей, которые не умеют говорить нет. Это огромная проблема. Конечно же, взять листовку или не взять листовку, это не так глобально в формате высшей жизни. Но в принципе говорить нет, это очень нужное умение. А займи мне пять тысяч рублей? Нет. А посиди с моим ребенком? Нет. А слушай, может быть, я заберу у тебя эту сумку потаскать и не отдам? Нет. И вот это умение говорить нет. Можно начинать с листовки. Нужен ли мне пакет? И вам завернуть в пакет каждое отдельное яичко? Нет. Возьмете листовку? Нет. То есть для вас это будет очень терапевтично. Я и сама долгое время жила в парадигме «быстрее, выше, сильнее». Вот эти все слоганы «ни в чем себе не отказывай, бери от жизни, все, ты этого достойна». А еще пожелание ко дню рождения не останавливаться на достигнутом. С одной стороны, в саморазвитии и самосовершенствовании нет ничего плохого, но на практике имеются свои побочные эффекты. Желание не останавливаться на достигнутом часто воплощается в материальных ценностях и вещизме. Кажется, что у человека как будто включается в голове лампочка «могу себе позволить» и он начинает скупать все подряд, пытаясь доказать себе и другим свой новый статус. Праведливости ради надо отметить, что я и сама прошла через этот этап. И, возможно, без него еще долго не пришла бы к минимализму. Но сейчас, когда я понимаю, что могу себе позволить практически все, что угодно, при этом мне не нужно никому ничего доказывать, очень легко начать сокращать потребление. Поэтому теперь каждый раз, когда я думаю, а не купить ли мне куртку, допустим, за 30 тысяч рублей, я думаю, что вложу-ка я эти деньги лучше в ценные бумаги, хоть их никто и не увидит. Вообще, люблю повторять фразу «можешь себе что-то позволить, позволь себе не покупать». Счастье и любовь к себе – это не про вещи. Шопоголизм, переедание и прочие вот такие избыточные вещи, они для меня немножко в одном ряду стоят. Когда мы что-то пытаемся компенсировать, что-то себе додать через какое-то другое действие. Хочется любви, а купил себе пять штанов. И как будто бы вроде бы чем-то обладаю, а правда не тем, чем хочу. Крутое мне сейчас пришел образ, скромно сама себя похвалю. Все мы, ну не все мы, ну по крайней мере огромное количество людей высмеивают наших туристов, которые приезжают в All Inclusive. Вы все, кто были когда-то там в Турции или в Тунисе, или в какой-то такой стране, в хорошей стране, мне нравится там отдыхать, там тоже хорошо. Вот. Вы видели, когда люди приходят и набирают вот эти огромные тазы фруктов, восемь десертов, и вот так все понадкусывают, и все это вот стол во всем этом заложен. И мы все идем и думаем, боже мой. А еще там они накладывают тарелки, они просто набирают, и все едут. Нам кажется, это, боже, так некрасиво, почему мы как дикие? У нас всех такое, мы становимся сразу такими интеллигентными, немножко снобами, и все это осуждают. Так вот слоган «бери от жизни все» это вот так вот. Бери и со всех тарелок набирай, все понадкусывай, и вот быть вот этим королем среди дешевой и не очень вкусной еды. Вот что такое слоган «бери от жизни все». Все знают, что вредные привычки — это плохо, а хорошие — хорошо. Но мне кажется, что мы недооцениваем вред от плохих привычек и пользу от хороших. Например, курить — это вредно для сердца и легких, а еще не экологично. Большинство курильщиков думают, что они выбросят бычок, пройдет дождь, и тот через час разложится. На самом деле внутри бычка пластиковый фильтр. То же самое со жвачкой. Реклама по телевизору уверяет нас, что жевать жвачку после еды, после каждого приема пищи — это хорошая привычка, потому что помогает заботиться о зубах. На самом деле о зубах помогает заботиться стоматолог раз в год и профессиональная чистка. А жвачка — это неорганика, внутри нее также пластик. Или, допустим, привычка есть на бегу, покупать фастфуд, шоколадки, чипсы, газированные напитки. Мало того, что это не полезно для здоровья, так еще и не экологично, потому что сопровождается избыточной упаковкой, которая в большинстве случаев еще и не перерабатывается. Где-то год назад я брала интервью с врачами, можете посмотреть на моем YouTube-канале, и они сказали интересную мысль о том, что если ты в целом правильно питаешься, то раз в месяц чипсы или газировка — это ничего страшного. Но совсем другое дело, если чипсы и газировка — ваш основной рацион. Но когда вредная еда становится чуть ли не ежедневной привычкой, масштабы бедствия и упаковки увеличиваются. Хорошие привычки — это выключать свет в комнате, если ты там не находишься, закрывать кран, пока чистишь зубы, брать с собой авоську в магазин, составлять список покупок перед шоппингом и вообще планировать заранее меню на неделю, чтобы не покупать лишнего. Кстати, многие неэкологичные вещи появляются в нашей жизни из-за спонтанных решений, которые на самом деле мы могли бы предусмотреть. А еще хорошая привычка — это заниматься спортом, спать 8 часов, ложиться до полуночи и правильно питаться. Потому что несоблюдение всего этого приводит к следующей вредной привычке и проблемам. Еще один источник мусора в доме — это лекарства. Чем больше семья, тем больше аптечка. У каждого свой букет болезней. Знаю, что многих людей под лекарства отведены целые шкафы или ящики. Получается, что болеть не очень экологично. И здоровый человек, который заботится о своем состоянии, самочувствии, занимается спортом и так далее, он более экологичный, чем больной. Интересно, что многие лекарства направлены на исправление последствий от поедания вкусняшек из пунктов выше. Неправильно питаешься, потом болеешь, потом пьешь лекарства. Все взаимосвязано и накапливается как эффект снежного кома. Получается, что один мусор становится причиной другого. Ради интереса решила посмотреть, что находится в моей аптечке и проанализировать свой образ жизни. Потому что, на самом деле, наша аптечка про нас очень много говорит. Обнаружила здесь аж три бинта. Я даже не могу вспомнить, в какой момент они образовались в моей жизни. Видимо, я каждый раз забывала, что бинт есть в аптечке. И в какой-то ситуации покупала новый. Это эластичная лента. Она мне пригодилась, когда меня сбила машина. Это витамин С. Его я пью, когда чувствую, что вот-вот заболею. Он лежит на всякий случай. Персен, у которого уже скоро закончится срок годности. Или даже уже закончился год назад. Надо выбросить. Это осталось, видимо, с того момента, когда я очень сильно нервничала. И еще в прошлом году я заболела. Единственный раз за год. И в этом году я, кстати, еще не болела. Тьфу-тьфу-тьфу. И, собственно, с тех времен у меня остались какие-то сиропы от кашля для полоскания горла. Таблетки тоже для горла. Астаптусин от кашля. И, видимо, с каких-то еще очень давних времен у меня осталось две таблетки Кагоцелла. Это когда я верила, что противовирусные препараты помогают. Еще одна категория лекарств, которые у меня есть в аптечке, наверное, всегда будут. Это обезболивающие и спазмолитики. И противоаллергические. Вот у меня суперстин остался. Еще могу целый год его хранить. Собственно, все это тоже от насморка. Это все со времен, когда я болела. Куча всяких капель. Хлоргексидин. Ну, просто на всякий случай всегда лучше иметь дома. Траксивозин от синяков, что ли. В косметологии, по-моему, рекомендовали. И поэтому я купила с тех пор. О, мне оказывается, есть пантенол. А я не знала. Надо положить поближе. И вообще советую периодически просматривать свою аптечку. Откладывать то, у чего закончился срок годности. Не покупать лекарства впрок. Потому что у них тоже срок годности ограничен. И главное помнить, что у вас в аптечке есть, чтобы не покупать вот такие дубли. Зачем мне три бинта, что с ними делать, я вообще понятия не имею. Знаю, как странно это звучит. Но в комментариях периодически встречается мысль, что самое экологичное, что можно было бы сделать, это вообще не иметь детей. Без человека планета бы очень быстро очистилась. Как вы знаете, я не поддерживаю радикальные суждения. Я считаю, что каждый человек имеет право воспользоваться своей биологической возможностью родить ребенка. И также не воспользоваться ею. Но суровая правда жизни в том, что с появлением ребенка в жизни родителей действительно появляется много мусора. Это 6-9 подгузников ежедневно. Много маленьких баночек с прикормом. И игрушки. Вообще человек познает мир через вещи, и ребенок особенно. И психология наша такова, что сложно не хотеть того, что есть у твоего напарника по песочнице. Переходить ли на многоразовые подгузники решает каждый родитель самостоятельно. Здесь сложно что-то рекомендовать. Надо исходить из того внутреннего ресурса, который у тебя есть. Потому что быть экологичным родителем очень непросто. Иногда ты готов отдать что угодно, лишь бы твой ребенок не плакал или съел свою дневную порцию. Представляете, сколько таких маленьких баночек нужно ребенку в неделю и в месяц. А вот это дойпаки сделаны из композитного материала и не перерабатываются. Обилие и изобилие игрушек становится головной болью родителей. Во-первых, потому что они тянут деньги из бюджета. Цены не маленькие. Каждая игрушка 500-800 рублей. Есть там и за полторы тысячи. Во-вторых, потому что эти игрушки, попадая домой, потом превращаются в хлам, который нужно убирать. И вот эти все диалоги, а ты убрал за собой игрушки, а пока не уберешь игрушки, не получишь мороженку, они, в общем-то, достаточно часто в семье. В-третьих, не все игрушки одинаково полезны. Часто бывает так, что ребенок поиграет с игрушкой три часа, это в лучшем случае, и потом про нее забудет. А еще не все игрушки по-настоящему развивают. Мне очень нравится фраза о том, что лучшая игрушка для ребенка – это коробка. Потому что ей он может придумать какое угодно назначение. А вот, например, такая игрушка, как машинка, она очень однофункциональна. Ну, то есть, с ней уже сложно поиграть в какие-то другие игры. Мягкие игрушки – это вообще зло. Мало того, что это пылесборники, так их потом еще и практически нигде не принимают для повторного использования. И в детские дома тоже. Потому что, собственно, непонятно, какая живность у них может накопиться за время использования. Вот примерно такие страдания я испытываю по поводу мягких игрушек. Или вот, например, игрушка «Утюг». Как говорится, много ума не надо, чтобы поиграться с такой игрушкой. А ты попробуй придумать, как из совка сделать утюг и что-нибудь пороутюжить. Надо развивать воображение. Или вот, например, кукольный домик. В моем детстве я делала такие домики из обувных коробок. А мебель конструировала из спичечных коробков. А сегодня детям все предлагается готовое. Бери и строй. Вроде как бы красивая и вроде бы мечта ребенка, но на самом деле такие домики ребенка не развиваются. Для ребенка нет ничего важнее, чем провести время включенно с мамой. И, к сожалению, или к счастью, 65 машин никак это не заменит. Придумайте такое времяпрепровождение, которое будет компенсировать, что у него не 50 игрушек, а 10. Можно водить в специальные центры. Вы знаете, там огромное количество всяких разных игрушек. Он может приходить, играть. И это будет для него очень яркое событие, чем если у него дома много игрушек, он пошел на какое-то мероприятие, где много игрушек. Не будет такого резонанса и восторга. Но смотрите какие-то правила. Например, если он не играет игрушками, вы ее убираете, и она уходит к другому ребенку или продается. Можно также держать в голове фиксированное количество игрушек. Допустим, что у него всегда 30 игрушек. Если приходит одна игрушка, уходит другая игрушка. Что я хотела сказать этим видео? Очень часто люди думают, что они для экологии не могут сделать ничего хорошего или вообще, что этим должны заниматься государство и бизнес. Действительно, без помощи государства и бизнеса нам не справиться. Но и государству с бизнесом не справиться без нашей поддержки. Цепочка спрос-предложения может работать в обе стороны. Мне бы хотелось, чтобы мы перестали чувствовать себя песчинками и верили в пользу маленьких шагов. Мы не капля в море. А я верю в геометрическую прогрессию и накопительный эффект. Спасибо, что досмотрели видео до конца. С вас лайк и комментарий. Надеюсь, что я дала много пищи для размышлений. С вами была всегда оптимистичная Лена Володина. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok